Сотрудники МЧС, пожарные кадеты, ветераны пожарной охраны Рязанской области собрались перед зданием Главного управления МЧС России при Рязанской области, чтобы увековечить память бывшего руководителя пожарной охраны нашего региона. В его честь 25 августа была проведена церемония открытия мемориальной памятной доски. Лев Калинин в 70-е годы внес большой вклад в развитие пожарной охраны Рязанской области. Он ее переформатировал и значительно укрепил. В 70-х годах, в начале 70-х годов, ряд крупнейших пожаров в Рязани произошел. Это Рязанский шпалопропиточный завод, это нефтезавод, знаменитый пожар, пожар-катастрофа, это 10 подземных десятитысячников горело. Он как раз руководил тушением этого пожара. И стало понятно, что тех сил и тех средств, которые есть сейчас, пожарных в наличии, их не хватает. Город расстраивался, появились новые микрорайоны, развивались предприятия. И поэтому он вышел в Верховный Совет, добился того, что сюда дали численность водизирной пожарной охраны. Сейчас это Федеральная противопожарная служба, сотрудники которой носят погоны и принимают присягу. Все специалисты работают здесь с высшим пожарным образованием. Теперь пожарные наилучшим образом подготовлены к непредвиденным ситуациям. Кроме того, Лев Калинин занимался улучшением технического оснащения Рязанской области. В то же время сам свою карьеру он начал с рядового пожарного на своей родине в Скопине. В этот день звучало немало приятных слов в адресе Льва Калинина. Под его руководством построено здание пожарных депо на улице Гоголя и до третьей пожарной части. Юбилейный четвертой пожарной части. Создан отряд технической службы на улице Интернациональной. Лев Константинович был дважды награжден государственными наградами. Медалью за отвагу на пожаре. И в 80-м году удостоен звание заслуженный работник МВД СССР. В этот день здесь собрались родные Льва Константиновича. Присутствовал даже его правнук, которого зовут также Львом Константиновичем. В этот день перед собравшимися выступила вдова бывшего руководителя пожарной охраны. Она отметила, Лев Калинин очень любил свою работу и был порядочным, честным человеком. И было ее такое выражение, что если мы люди, каким мы должны с ней занимать, но мы прежде всего люди и жить должны как люди и помогать друг другу. Если мы друг другу не поможем, то кто же нам поможет, так часто говорил он. Лидия Яковлевна поблагодарила всех присутствующих за проделанную работу по созданию мемориальной памятной доски и стендов в честь Льва Константиновича в музее, расположенном в Главном управлении МЧС России Паризанской области. Мы сейчас будем делать упор на воспитание патриотической молодежи, на выполнение образцовыми служебного долга. А мы это не прекращали делать. Мы регулярно бываем в подразделениях, непосредственно работаем с дежурными караулами. Молодежь очень хорошо встречает ветеранов. Символично, что данное мероприятие прошло в день 90-летия со дня рождения Льва Калинина. Олеся Котровская, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».